Субтитры делал DimaTorzok Это самое бюджетное озеро на данный момент Рыбалка на этом озере всего лишь будет стоить 350 рублей путевка И рыбы забирай сколько хочешь Сколько Сочи позволит Но это ладно, я отвлекаюсь Вообще это озеро, кто давно следит за нашим каналом Это мое любимое озеро в плане охоты с подсадной уткой Весенней охоты И как-то мы даже на нем делали здесь шалаш зимой А в этом году мы как бы совершенно официально решили сделать приятный с полезным Вот кстати, это вот остатки одного шалаша Это давно, то есть его делали, да? Тоже здесь он стоял Следующий шалаш у нас там стоит И еще дальше по разливу Но всегда я мечтал вот именно поохотиться вот за этими плотными кустами с той стороны И я вот что могу сказать Мечты сбываются Сбываются Для того, чтобы мечты сбывались Надо что-то делать И теперь как бы Да, мы здесь во-первых обязаны мостики сделать Они нам просто нужны И заодно Ну и дальше я сейчас покажу И расскажу про ножи У меня тут есть про что рассказать Вот, ну вот Как мы этот вопрос решили Сейчас мы что сделали? Мы здесь сделали мостик Через все вот эти кусты Здесь где-то топ немного Здесь еще что-то Забили трубу и сделали мостик А в конце мостика Естественно, это вот Ну мостик такой приличный Метров под 35, я думаю, будет И в конце мостика Сейчас дальше покажу, что То есть На том конце Будет и место для рыбалки И место для установки шалаша Ну вот Значит Концовка этого мостика Вот здесь площадочка Значит Здесь будет следующим образом Видите, мы сделали специально Чтобы он не бросался в глаза То есть мы его могли бы выдвинуть и дальше У этого мостика назначений будет несколько Сейчас я пока поставлю Вот Здесь мы сделаем из досок домик Небольшой Вот он будет так, таким, такой То есть будет бойница Здесь можно будет небольшой Небольшой примус развести Будет тепло Здесь также Типа каких-то нар Что, например, когда идет Зимой Вернее, зимой Когда идет осенью на пролете охота Или весной Ведь все знают, что, например, весной Селезень как летит Он летит по темну На рассвете Потом идет перерыв Где-то Часа три Не летит селезень И Начинает лететь в районе Десяти-одиннадцать утра Это Так устроена природа Вот И можно как бы продолжать охоту Здесь будет вот таким образом То есть вот отсюда заход Вот здесь этот домик Мы ее соберем Из старых Дощечек А также этот домик Будет Для того, чтобы здесь стоял Стояла Солнечная установка Солнечная батарея От него Здесь же будет Стоять аккумуляторы Для Аэратора На будущий год Здесь же будет Корм летом хранится И Видеонаблюдение То есть вот Из этого домика Вот И там естественно Рядом еще один За мысом А весной И поздней осенью Когда будет пролет утки В этом На этих мосточках В этом домике Будет еще и шикарная охота А также Если приехали на рыбалку Можно вот здесь вот На воде Также ночевать Он такой маленький конечно Можно сказать одноместный Если ночевать А если Ну и вдвоем Кстати Если на полу Спальник хуляжется А здесь вот Местечко вот это Вот здесь Можно установить удочки И забрасывать Со всех сторон кусты Все Загерметизировано Ну и рядом Вот Мы когда-то делали шалаш Вот этот Остов этого шалаша Он находится Рядом Мы его сейчас разберем Чтобы он уже Так сказать Не отвлекал внимания Рядом Дальше Там вон Здоровая Бобровая хата Большая Вот Большой бугор Там живут бобры Мы специально Их не тревожим Не беспокоим Пусть они живут Вот Этой хаты не было Это они сделали буквально Год назад Раньше не было Этой хаты У них норы Вот там находятся По той стороне Здесь они живут Здесь хорошее Давнишнее поселение Бобра Ну и давайте Все же Мы перейдем К ножам Перейдем К ножам Перейдем мы Как бы В общем У меня в руках В принципе Вот коробочка Там целая куча ножей Финок Значит я про эти финки говорил С наборной рукоятью И знаете Мне Вы Как бы Наши Постоянные клиенты В общем Было пожелание Чтобы Минимум металла Было на них Так вот Как видите Только Металлический Маленький Больстер Все Это вся деревянная То есть Финочка Ну и здесь Соответственно Все тоже Так же Вот Приношу извинения За распаковку Недолго Много времени У вас не к нему Вот 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 такие Вот У нас Финочки Первые финки С металлическими Затыльниками Были Они Более Эффективные Эффектные Вернее Мне так Показались Но вот Это вот Фактурная Пятка Из венги На мой взгляд Тоже Смотрится Довольно таки Довольно таки Интересно Красиво Но опять же Судить вам Все это сделано Между деревом Проложено Береста И кожа Для того Чтобы Когда будет играть Дерево Чтобы не было Щелей Я думаю Что Владельцы Этих Финок Не разочаруются Вообще По финкам В ближайшее время Будет еще Один сюрприз Я думаю Недельки Через три Постараемся Клинку успеть Но может быть Не успеем Может быть После клинка Вот Ну короче Вот у меня Их тут в коробочке Я уж все их Не буду показывать Название У этих финок У этих финок Будет Вот Как бы Все те же клинки Все так же Просто я показываю Суть Как мы решили Вопрос По Деревянным Пяткам Ну вот Смотрим Здесь Это черные Вставочки Из Блэквуда Потом Как мы видим Кап Вот две Вставочки Да Здесь Проставочки Белеста Кап Потом Орех И смотрите Вот это вот Венги Вот Затыльничек Какой Вот Все это делал Эти финки Сразу скажу Делает один из лучших Наших мастеров И хотя Они Как бы Не полностью Авторские И цена У них Достаточно Бюджетная Вот Я еще раз Я все время Цитирую Вас Наших подписчиков И комментаторов И я еще раз Скажу Да Кто-то Сейчас Скажет Да ладно Они Дорого Они ведь Тысячи Небось Четыре Стоят Ну Не буду я Это комментировать Я как бы Про Нормальных Серьезных Людей Говорю Финочка Красота Попробуем Сразу Очень удобно Финка В руке А хочу сказать Что мы Планируем В этом году Очень много Уделить Внимание Финскому Ножу Потому что Я как бы Об этом Тоже говорил Ведь вот Никто не задумывался А откуда Вообще Пошло Слово Финка Вот Финка Финка Да Вот Люди Даже Кто-то Может быть И нож Не знают А вот Финка Особенно Слово Финка Было Популярно Там Я не знаю Ну Восьмидесятых Ну и раньше Естественно Вот То есть А в чем Финка Да Дело в том Что Дело в том Что Все ведь вы знаете Что Финляндия Была частью Революции Частью Российской Империи Частью Российской Империи И Завод Фискарс По сути Был единственным Заводом Который Массово Массово Выпускал Хорошего Качества Ножи Не складные А поскольку Поскольку Находился Фискарс В Финляндии И у них Была Определенная Традиция То Ножи Были Вот Такие Вот Потому что Нету Финок Например Там Я не знаю Там С каким-то Тупым Лезем Это уже Не финка Это там Ну Может быть Там Леуку Там Еще что-то Ну Это Это Немножко Другое Скажем так Да И вот Там Он на тот Момент Был практически Единственный Не считая Каких-то там Кустарных Производств То есть Практически Все подобные Ножи Делались В Финляндии Вот А потом Какая-то Часть Естественно Изготавливалась Там Ворсми Это Финка Завьялова И Вачи Там Финки С сучком Но все равно Все эти Финки С сучками Они Были Были Немножко Изменены Вот Скажем так На местный Уровень На местную Скажем так На местный Менталитет Что ли Правильно Сказать То есть Они Они Немножко По-другому Были Изменены А вообще Это Были Изначально Они Были Изначально Скопированы С Фискерсов Вот Понимаете В чем Дело Вот Если Кто Вообще Ценит Да Нож Вот Вы Посмотрите Просто Уровень Изготовления И Это Нож Такой Ну Скажем Средней Ценовой Категории Средней Ближе К дешевой Блэк Переливается Ну Это Это Вообще У Меня Их Еще Много Но Я Уже Как Бы Их Распаковывать Не Буду Да То Есть Вот Они Вот Вот Такой Вот Все Таки Вот Один Распакую Распакую Вот Этот Вот Потому Что Немножко Пятка Другая Еще Обращу Сейчас Ваше Внимание Чтобы Было Понятно Да Вот На этих Тоже Смотрите Какая Пяточка Прикольный Нож Вот Смотрите Обратите Внимание Вот На Что У Нас Фактически На Этой Серии Финок Три Варианта Рукояти Я имею Ввиду Формы Конечно Ж Вот Смотрите Мы с этой Стороны Посмотрим Сбоку На них Посмотрим Да И Вот Так Вот Сразу Могу Сказать Я Как-то И не Планировал Сделать Финки С Деревянными Затыльниками Это Это Благодаря Вам Вашим Советам То есть Благодаря Нашим Зрителям Нашим Ребятам Кто В группе А получилось На мой взгляд Здорово А самое главное Ну естественно Тепло То есть Вот это уже Финка Она может Работать И на морозе И Где угодно В общем Не буду Вас отвлекать То есть Пожелания Наших Подписчиков Мы Постарались Учесть Пожелания Мы Учли Минимум Металла Поставили На Финки Будут Какие-то Еще Пожелания По Нашим Ножам По Нашим Моделям По Модельному Ряду Вы не стесняйтесь Пишите В комментариях Мы будем Стараться Чтобы Как бы Вам Понравилось Поэтому Теперь Те Кого Смущало Много Металла На Ножах Пожалуйста Ценник Будет Такой же Как и на Те Цена Ориентировочно У всех Примерно Смотрите Такой же Ценник Как на Финки Ирке Все Они Примерно По Трудозатратам И Примерно Одинаковые Не буду Вас Утомлять Всего доброго До свидания Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор Субтитров